Радио 54 Радио 54 Радио 54 Радио 54 Радио 54 Радио 54 Ну, как только я чуть-чуть освобожусь, у нас будет тренинг. Поэтому, мне кажется, нужны люди, которые могли бы просто-напросто стимулировать, мотивировать людей, чтобы им хотелось раскрыть все, что в них есть. А я уверена, я же по первому образованию музыкант, что действительно, да, я пианистка, поэтому, ну, нету плохих детей, когда там спрашивают, мой ребенок талантливый, ну, все дети талантливые, поэтому все люди талантливые. Светлана Дмитриевна, если вы говорите, что все-таки романтизм уходит, прагматизм больше преобладает у современной молодежи, молодежь все-таки меняется. Педагогический состав, преподавательский тоже должен меняться, как-то подстраиваться под тех студентов, абитуриентов, которые к ним идут или нет? Или вот те 40 лет, которые у вас есть опыта, вы видите со стороны своих коллег и не меняются, скажем так, методики или все-таки меняются? Подход ты имеешь в виду методики, да? Я не знаю, мне кажется, мне больше всего помогает музыка. Я ребенок и буду им до конца. Вот это самое главное, да. Поэтому, если ты манблан, который возвышается над кем-то, над ребенком, над молодым человеком, то ты потерян для них. Когда человек естественен, когда он такой, какой он есть и не пытается быть лучше, это же чувствуют люди. Конечно, конечно. Когда им говоришь, да ты умница, ты вообще умница и красавица, у тебя все получится, или мальчики, которые вчера были, то тогда это вдохновляет людей. Я иду по институту, здрасте, здрасте, обнимемся и так далее. Ну, думаю, что хорошо, когда люди не перебегают через дорогу, увидев тебя. И приезжаешь, я водитель с 30-летним стажем, приезжаешь куда-нибудь обслуживать машину. Ой, давайте, Светлана Дмитриевна, без очереди. А кто вы? А я студент ваш. Вот так вот, да? Поэтому хорошо везде иметь своих студентов. Скажите, ну вот эта любовь к профессии на протяжении стольких лет, она же могла испытывать разные нападки обстоятельств. Как вы справлялись, когда, может быть, хотелось все бросить и уйти, или сменить сферу деятельности, или вообще такого не было? Такая ровная 40-летняя любовь. Нет, ровно ничего не бывает в жизни. И мой девиз, хочешь рассмешить Бога, расскажи о планах на завтра. Поэтому все было в этой жизни, но я всегда видела глаза студентов и думала, до тех пор, пока я что-то, пока я интересно, пока я могу с ними беседовать, вести диалог, я буду ходить. Не взирая ни на что, какие бы там обстоятельства ни были, Москва нас там душит этими программами, еще что-то такое. Я всегда как бы возвышалась над этим, и для меня было самое главное, это люди, которым я иду, и которые ко мне идут с удовольствием. Все, больше ничего. Я, наверное, являюсь одним из доказательств настоящей любви Светланы Дмитриевны к своей профессии, поскольку вот наша 16-летняя разлука, да, она ни в коем случае не умолила моих воспоминаний и отношения к этому потрясающему совершенно преподавателю. Я, да, лицо тех студентов, которые вас будут любить и помнить на протяжении всей своей жизни. Это так и есть. Вы знаете, прям спасибо большое. Я думаю, про кого это говорят? У нас сегодня встреча выпускников небольшая, да. Светлана Дмитриевна, у меня еще вопрос много касаемо студентов. Я можно о своем? Конечно, конечно. Девочки, извините. Студенты в большинстве своем сейчас приходят за высшим образованием, чтобы его просто получить или чтобы получить и действительно узнать, что такое высшее образование? Потому что сейчас в молодежных средах есть такие домыслы, есть такие мысли, что высшее образование в современном мире не так уж и необходимо, что если оно и нужно, то только для каких-то государственных специализированных учреждений, для того, чтобы иметь продвижение по карьерной лестнице, но не более чем. Многие считают, что можно пройти где-то дополнительное образование дистанционно и прочее, прочее. Есть такая тенденция, это правда. Ну, тут совсем не могу с вами согласиться, потому что у меня на первом курсе экономисты, сейчас есть разные специальности, юристы, экономисты, психологи. И вот смотрю, мальчик сидит, как-то отличается от других. Вот, я спрашиваю, вы пришли сюда для чего? Он говорит, я пришел за знаниями, мне 34 года, на первом курсе дневное отделение. Понимаете? У него уже свое дело, он предприниматель, он говорит, я пришел за знаниями, мне нужны знания, а не диплом. Знания человеку нужны. Люди хотят этих знаний, но эти знания, когда они даются, знаете, не в интерактивной форме, а просто передаются, ты мне, я тебе, да, это же самый неэффективный способ, лекция. Поэтому я не умею лекции просто читать, я должна беседовать, я должна спрашивать. Они обязательно должны мне возражать, и у нас иногда бывает такая дискуссия бурная, нет, вы не правы. Я говорю, давай докажи, что ты прав. То есть только так может быть, сократические беседы. Ну, они куда ушли из жизни-то? Ну, это же классика. Ну, и вообще из института, да. Ну, бывают открытые лекции проводим, ну, надо же брать такие открытые лекции, конференции проводим. Я часто выступаю на конференциях, но тем не менее, я думаю, надо выступать на те темы, которые животрепещущие. Дети очень интересуются, я имею в виду студентов дети, извините, да. Вот, экологии интересуются, интересуются, как эту планету сделать лучше, как сделать так, чтобы жизнь наша улучшилась. То есть вот такие вот цветы какие-то действительно, вечные истины их интересуют, вечные. Это же прекрасно, правда, Ваня. Это замечательно. А гаджеты забрали у вас внимание и качество диалога со студентами? Или же они его улучшили, поскольку вот эта доступность больших объемов информации, которую раньше получали в читальных залах библиотек, а сейчас получают при помощи колоссального количества различных сервисов, все-таки они в какую большую роль сыграли именно в ваших диалогах со студентами? Ну, я им говорю, когда вы пришли ко мне на лекцию, вообще телефонов нет. Вы их отключили, убрали, куда-то отдохните, смотрите мне в глаза, а я хочу видеть ваши глаза. Да, да. И они привыкли уже к этому. Телефоны лежат, они смотрят мне в глаза, я иначе не умею, потому что, ну, если человек уткнулся в телефон, о чем можно говорить? Слава Богу, вот сейчас, по-моему, Васильева озвучивала даже это, что в школе не разрешат эти телефоны. Вы разделяете, да, это предложение? Я да, я да, потому что дети, дело в том, что до 10 лет у детей это работает правое полушарие, они способны творить, они способны создавать. У них клиповое мышление развивается. У меня несколько студентов на эту тему писали и выступали. Когда человек смотрит, ну, ребенок маленький, он же не отсеивает эту информацию, он смотрит в телефон, это увидел, это увидел, это увидел, осколки какие-то, да? А картина мира, которая создается у ребенка, да и у взрослого человека, ну что, первокурсники – это подростки. Инфантилизм, почему процветает? Потому что у человека нету возможности видеть какую-то большую цель, маленькие какие-то микроцели. А человек должен, я говорю, нет, ну плохо тот солдат, который не мечтает стать генералом, да? Вы должны ставить большие цели, а уж какие маленькие микроцели вы будете, как вы будете к этому идти, это ваше дело. Вот они спрашивают, а как, а что, а зачем? И вот тогда начинается этот процесс. Скажите, как вы относитесь к этой всей электронной версии получения знаний детей? На мой взгляд, так это же, по-моему, вообще беда. Да, Юлечка, это беда. Дело в том, что в Англии уже перешли на советскую систему образования. Серьезно? Оксфорд, Итан, советская система образования. То есть один из профессоров, китаец, я не помню его фамилии, но он сказал, что мы катимся в пропасть. С того момента, как мы начали ввели ЕГЭ, и сейчас мы хотим перейти на цифру, даже вот это вот бакалавриат, специалитет, это уже шаг назад. Поэтому, ну я не знаю, образование, образ, образование это образ, в основе образ человека. Вот какой образ, например, выпускника средней школы, который угадывает ответы, который не может написать сочинение, который не может вообще изложить свои мысли. Это же говорит о том, как мыслит человек, если он не умеет писать и не умеет говорить. Поэтому дети не пишут ручкой, а у нас головной мозг это пальцы, это пальцы, без интеллекта на кончиках пальцев. Мелкая моторика, для ребенка это все. Мы же писали, чернилки носили, обыкновенные перышки, кляксы и все остальное. Но это все было необходимо для развития ребенка. Поэтому я очень надеюсь, я просто верю в это свято, что все-таки ЕГЭ отменят. ЕГЭ отменят, и цифры не будет, потому что, ну что такое ребенок, Юля, вы молодая мама, ваш ребенок не увидит детей, он не будет с ними общаться, будет как магазин на диване, школа на диване. Ну вот у меня по этой причине у ребенка нет ни планшета, ничего, я не покупаю. И очень хорошо. Но американцы до 13 лет своим детям не дают планшеты. И правильно делают. Ребенок должен бегать, прыгать, скакать, кататься, рвать штаны, коленки и так далее. Но вот ребенок должен проходить эти периоды жизни, он должен их проживать. Это важный этап в физиологии развития, конечно же. Безусловно, не только физиология, а умственное развитие. Ну почитайте Пиаже, что он говорит. Нет, с вашего позволения, я позволю себе вспомнить нашу работу со студентами, когда мы отказались на полдня от телефонов. Интересный эксперимент. Но это зависимость, да, это зависимость существует. Это правда. Это правда. И я вам еще позволю пример привести. Я была в театре, передо мной сидели мама, папа и ребенок посреди, и они все сидели с гаджетами. Вместо того, чтобы слушать, я не помню, балет или опера это было, Это во время уже? Во время представления, да. Во время спектакля они сидели, это была зависимость прямая. Но есть ли даже статистика, что мы берем телефон в руки, определенный интервал времени, каждые 2-3 минуты, не потому, что туда приходят какие-то уведомления, а просто мы его берем, чтобы вот открыть, разблокировать, зайти в приложение и снова заблокировать. Ну опять же, соцсети, какую колоссальную роль играет в нашей жизни, обязательно же нужно, придя в театр, видимо, по мнению этой семьи, сделать было селфи, чтобы отчитаться перед всеми знакомыми о том, что мы таки ходим в театр. Вот так. И какой был итог эксперимента? Вы на полдня отказались от гаджетов? Они телефонами, гаджетами разными. И ребята говорят, да, у многих, у многих была такая зависимость, как синдром отнятия, да, когда у алкоголика забирают. Уломка, скажем так и было, да. Или сигарету, или еще что-то такое, курильщика. И они говорят, это правда зависимость. А представьте детей, они быстрее привыкают. Взрослые люди могут сказать, нет, все, никакого телефона, и все, я его вообще выкину. А вот ребенок, он не может, и студенты. Я говорю, слушайте, ну, когда я училась в школе, мы как-то приходили вовремя домой, родители не беспокоились, не переживали каждую минуту, не трезвонили по телефону. Сейчас это невозможно. И это формировало ответственность, когда ты должен был сделать, ты должен вынести ведро, купить хлеба, прийти вовремя и так далее. И никаких телефонов при этом не было. И мама тебя не дергала, как на веревочке собаку. Извините за такое сравнение. Я считаю, что больше телефона, конечно, может быть польза какая-то есть. Когда далеко человек, когда не умеет, не можешь с ним встретиться. В Америке живет, да, вот тебе поговорить надо по скайпу. Ну, а когда ты рядом, что же, зачем этим телефонам польза? Чтобы было дозировано. Настолько сладок мед, что стал он горек. Избыток вкуса убивает вкус. Все, как у Шекспира, то же самое с технологиями. Если бы человек знал меру, Иван, если бы человек знал меру, тогда бы он сказал, я вот столько рюмочку выпиваю, больше нет. Но человек не может удержаться. Одна сигарета – целая пачка. Одна рюмочка – целая бутылка. И вот уже алкоголик. То же самое с телефоном. Меры нет у человека. Думаю, что человек и молодые люди, я им всегда говорю, у вас там 4-5 пар, теперь вы, пожалуйста, пройдитесь пешком. Пойдите куда-нибудь в парк погуляйте. Пойдите на набережную, посмотрите на воду. Помедитируйте немножко. Откажитесь от этого гаджета. Он вам ничего, он вас не погладит по головке. Он не даст вам конфетку. Когда вы посмотрите на море, например, если вы там на Абгасе живете, или пройдетесь по набережной, какой вы кайф почувствуете. Вы должны чувствовать кайф в этой жизни. А не идти и не тащить свои бедные ножки, натруженные ручки. Вот именно упражняясь с телефона. Радио 54 Первое. Областное радио.